Привет, ребята! Новый день, новый влог. И этот день должен был начаться. Будь здоров иначе. Мы должны были ехать сегодня в аквапарк, который находится в Ататисе. Там же я, Океанариум. Но папа, Слава, заболел. Моя мама сказала, что что-то ей нехорошо. Видимо, может, что съела, не знаю. Короче, из-за того, что моя мама точно бы не смогла поехать, мой отчим и мой брат тоже, типа, не хотят без неё ехать. И получается, что... Ну, короче, какая-то непонятная такая ерунда. Больше всех расстроился Слава. Мне кажется, да, Слава прям даже саму разговаривать не хочет. Грустно, конечно, но приедем ещё куда-нибудь. Хотя я изначально не представляла своё классное приключение в аквапарке вместе с ребёнком маленьким. Только если кому-то родителям давать, самим идти купаться, стоять в чередях, в горках, не знаю, сколько. Из-за того, что мы остались, мы решили сейчас пойти фоткаться с яхтами. Недавно открыли эту location. Тут, где мы идём, тоже очень-очень красиво. Посмотрите. Такой пляж. Прикольный. А там вообще белый-белый песочек. Да и тут тоже клёво. Блин, тут намного лучше пляж, чем у нас. У нас там всё в этих буйках. Ух ты, сколько рыб. Я их даже не видела. Омолдеть. О боже. Как красиво и как страшно. Можно вот туда дойти и сфоткаться. Короче, вот за этим зданием находятся катеры. Что-то охранник нас не хочет пускать. Ещё уже, что ли. Мы как-то забрели не туда. И охранник нам сказал, что мы не туда зашли. Чё? Типа тут нельзя ходить? Да, да. Типа мы не местные. Я Славю говорю, поехали хотя бы в зоопарк попозже. Он не хочет. Короче, вот такой вот последний, предпоследний. Завтра у нас ещё целый день. Но в 2 часа ночи где-то нам надо уже быть в аэропорту. То есть с 16 по 18 мы улетаем. И с 17 утра мы уже будем в Москве. Смотрите, как здорово. Типа плаваешь вот так вот, фоткаешься. А вот это, скорее всего, апартаменты какие-то. Ну, не скорее всего, стопудово. Можно там купить зельё. Фотограф прислал фотки. То, что вот фотосессия была очень классная. Мне нравится. Анюточка уже уснула. Мы сегодня рано встали, чтобы в аквапарк поехать. В 8 с чем-то. Ну, для нас это рано. Ну, значит, идём в бар всегда, Зай. Да, значит, идём купаться. Я сейчас возьму Ярика за шкирдан. Так. Мы пойдём в настольный теннис. Окей. А я буду ждать, когда проснётся Анютка, мой компаньон. И мы с ней пойдём плавать в бассейн. Скорее бы она подросла чуть-чуть, чтобы с ней было проще все эти дела делать. Я вот думаю, сколько ей должно быть лет, чтобы комфортно было поехать с ребёнком в аквапарк. Ну, наверное, дофига. Ну, типа, знаете, я-то хочу на экстремальных горках покататься. Не, ну зачем. Я-то хочу на экстремальных горочках кататься, а не в детских этих самых лягушатниках сидеть. Но лягушатники детские тоже мило. В них есть своя романтика. Я единственное, что говорила, что мне не хватило в этом отпуске, это просто тупо полежать у Басика. И, видимо, это то, что мы и будем делать. Мы пришли к бассейну. Такая сладкая ножка здесь торчит. И вот такой сладкий турист там лежит. Мы с Анюткой уже ходили купались. Анют! Сидим тут на этом кружочке. У Анютки сосулька. У мамы кофеёк. Я купалась и весь свой макияж смыла. Возможно, стало даже хуже, чем без макияжа, если там всё размазалось. Я просто не вижу. Сижу, пытаюсь заказать нам Москву недостающие предметы. Хочу заказать, чтобы, когда мы приехали, нам всё привезли. Но что-то нифига нету. Тот бренд, которым мы пользуемся, у них не всегда в наличии есть пелёнки, ночные трусики. А другие я прям не хочу брать, если честно. Уже к одному привыкли, одно нравится. Вообще, я думала, что мы будем пользоваться другими подвузниками для Ани. Ну, думала в плане советов, рекомендаций, знаете, вот такое. А в итоге у нас вообще другие трусики нам понравились. Мы первый раз пришли в Макдональдс за сколько лет, я даже не знаю. А Ани в плохом настроении. Грустная, короче, проснулась. Не знаю, почему. С кем мама говорит с тобой? Мама говорит? Бо-бо-бо-бо-бо. Бо-бо-бо-бо-бо. Ты посмотри на неё. С кем мама говорит? С другими, а? С другими. То есть он нам два комба сделал, понял? Кошмак. Сейчас попробуем. Нам столько колы вообще не надо. Мы хотели одну маленькую взять. Что ты тут попил? 2000 рублей? О-о-о. Да я понимаю. Какие-то интересные и соусы. Писослак, как такое попал все. Короче, наггетсы тут другие, реально. И писослак, как другой. Мне больше наши нравятся. Мы в том же ТЦ, где обычно ходим, поднялись на самый верх, и здесь очень красиво. Смотри, а там, походу, отель. Понял? Вот это отель, зай. Прикинь. И вот здесь, получается, люди заходят, выходят из отеля. С ума сойти, да? Тут очень красиво. Всё очень чистенько. Получается, вот сюда люди заходят, в отель, и поднимаются. Да, да. Могут через ТЦ ходить. Наша сладкая Анюта грустит за зубик. Мы его даже не видим. А, ну вот это смотровая. И куда там подниматься? На самый верх? Да, да. Да ты что! Пошли? Пошли посмотрим, какие там фотки получаются. Блин, это же высоко подниматься. Интересно, как тут это всё, да? О, реально, старбукс тоже, да. И аквапарк, океанариум. Вон он. Давай я пойду к рыбам, а ты посмотри, сколько стоит. Сколько? Да хрена стоит? Ну, да. Я к рыбам. Слава пойдёт, посмотри, сколько стоит. Нифига, тут целая вообще. Туса-джуса. Сувенирцы. Рыбы. Нормально. Анюта, смотри на рыбок. Тут, правда, рыбок вообще три штуки, да? Скажи, три штуки рыбы и всё. Да. Вон, на рыбь смотри, куда ползёшь. Зайчик мой. Короче, мы её успели нарядить только в этот... Ты мой зайчик. Успели нарядить только в боди. И она уснула. Ну, чё там? 175. На одного? Да, это 350... 8700. 8... На одного? На двоих. А, Анютка, бесплатная? На бесплатную. Ну, я не знаю, можно принести какие-то? Не, не можем, смотри. Ну, на руках возьмём. Ты готова? Мама тебе шортики взяла. Давай шортики оденем. Надо нам куда-то... Ой, да что ты! Сейчас мама тебя на ручки возьмёт. Я сейчас пойду сяду с ней где-нибудь, чтобы её переодеть. Так, ребят, ну что ж. Давай, Мисс. Аня! А, поснимай нас. Анютки! Ну-ка, давай пососуй, Ладно? Хе-хе-хе. А-а-а-а-а-а-а! О, прикольно. На настоящее океанариум не посмотрели, хоть тут на картинке посмотрим. Почему? Мы же завтра поедем. Да, не поедем мы уже. Хе-хе-хе, зайчик. Ты смотришь на рыбки? у нас спустили на фаст-трек идем по стрелочке ты смотри аккуратно прикольно это что это не лифт это какая-то интерактивная игра да это 27 да смотри смотри да смотри Я не знаю, что это. Руки от моря, добро пожаловать в виду в пауру. Ань, Ань, представляешь сколько тут с песка и камня. Да, я думаю мы просто поднимемся на лифте и все. Ну да. Энка тоже думала. Я в шоке. Ветер такой, а у нас ребенок раздетый. Ой, да ладно, все нормально будет. Не холодный же. О, мама! Ой, мама-джан. Анютка, ты когда-нибудь так высоко смотрел? Красиво. Это наш отель, да? Да, вон там. Да? Да, вон там. О, Господи. Вон та яхта с этим, со фламинго. Какую, да. Ага. Офигенно. Вау! Вау, ё-моё! Офигеть! Офигеть! Я в шоке. Я тоже. Аня! Аня, смотри там яхты. Офигеть! Ребята. Сэм 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 сэм. Тут просто офигенно, ребят. Просто офигенная смотровая. Да. А вот тут еще лучше смотровая. Еще и встать можно. Ребят, посмотрите. Мы в шоке. Это бау. Прям хочется долго стоять, смотреть и жить с таким видом. Ну что ж, мы вышли. Закончилось наше путешествие. На 52 этаж, да? Так вот высоко мы были. Ну, это было прикольно. Я, конечно, не готовилась к тому, что там будет такая красота. У меня была мокрая голова. И все такое. Ну ладно, ничего. Тут вот тоже можно пофоткаться. Очень стильно. О, какой купол красивый. Можно просто красивые снимки поделать. Ну да, тут прям прикольно так. Да? Скажите? Типа, атмосферно. Короче, классно. Ну там, конечно, прохладно, прохладно. Ничего не скажешь. Я очень рада, что мы сходили на эту смотровую. Мне очень понравилось. Надеюсь, вам тоже. Конечно, камера не передает всей красоты. Моей, разумеется. Ну и это, и постройки тоже. Тебе понравилось? Она в восторге. Ну все, пошли в пицц. Ей главное кататься последние теплые деньки на спетах и зимах. Да, в Москве один раз. Один. О, а так заберешься? Помогать? Не, смотри. Ё-моё. Тебе за эту технологию разработку премию дадут. Одним колесом. Очень стильный, папочка. Короче, прям улет. Девчонки, будете здесь, прям поднимайтесь, не пожалеете. Сколько денег ты дал? 200 дирхам. 200 дирхам. Это за одного? Нет, это за двоих. А, классно. Класс. Ой, как все тут внутри тоже здорово. Очень красиво. Привет, ребята. У нас сегодня последний день. Иди, маму, обнимай. Как ты обнимал. Мы просто езжим с Анютой и обнимаемся. Пошли завтракать. Сейчас пойдем купаться в бассейне. Отдыхать, отдыхать, загорать. Я вчера собрала все чемоданы наши, вещи собрала. Собирать их, когда уезжаешь, проще. За эту поездку Анютка прям выросла. Научилась сама засыпать. У Ани наладился здесь режим. Прям стал вообще офигенный. Не знаю, получится ли его сохранить в поездке в Москве. Как будто бы мне кажется, что нет. Вот. Ну, посмотрим, да, мой короленький? Хамитетик. Так, 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 так. Так, так, так. Очень хочется лежать. Не хочется лететь на самолете. Потому что это всегда устаешь. Короче, у нас самолет в 3.30 что ли? Типа в 7 с чем-то утра мы прилетаем. Вы прикиньте? Это получается часам к 10. Может, мы дома будем. Ну, 9-10. Не знаю, как там все пройдем. Получим багаж. И когда спать? Да, получается, мы всю ночь, вот это все ночное время, когда можно поспать, проведем в самолете. Я не знаю, как быть потом, как спать. Аня должна как раз-таки весь полет спать. Потому что это ее ночное время. И получается, спать-то она будет у меня на руках. Потому что там, получается, мы летим самолетом из 7. Я заранее узнавала. Они сказали, что у них нет люлик вот этих, которые дают. Не уверена, что в коляску можно будет ее положить. Хотя у нас места улучшенной комфортности вот эти, которые перед бизнесом поняли. Ну, короче... Да я и сама, на самом деле, не уверена, что я смогу спать в самолете, даже если Аня будет у кого-то на руках. Аня-то здесь засыпает в 11-12 часов ночи. Представляете? Это вообще... Она в Москве в 3 часа ночи засыпает. И просыпается за ночь на 2 раза. Но так, что... Нет, конечно, ее тут зубы мучили. Поэтому иногда она просыпалась так, что мы как бы сильно слышали. Она плакала. Надо было ее успокаивать. Давать, возможно, нурофен даже. Да, моя милая. Как я люблю этого малыша. Как же здорово, когда у тебя есть маленький, твой любименький малыш. Который выдирает тебе бакенбарды. Больно. Ты посмотрите. Спасите, умоляю. Ну. Как вкусница. А, как вкусница. Понравилось тебе отдыхать на море? Понравилось. Тебе понравилось, Анют? Получается, Анютке в этой поездке исполнилось 8 месяцев и 1 неделя. Чему еще Анюта здесь научилась? Она начала обниматься более активно. Она раньше как-то, ну, типа берешь ее на руки, она просто сидит. Руку на шею, но по сути не обнималась вот так вот, как прям, чтобы обнять. А в этой поездке она прям более, ну, шейку начала захватывать. Как я ее люблю. Какому тебя любит? Кукуник. Так, мы вышли из номера. Мы вчера со Славой прикупили себе маленьких очачков. У меня Баленсиан, девочки. Бегатая жизнь, успешный успех. У Славы и Сенаран. Добрый вечер. Да. Мы научим вас зарабатывать миллиарды. Только подписывайтесь на этот канал. Короче, мы собрались в мистер-бассейн. На море очень халлори вот дына. Понимаешь, маленькая кукуля. Все, вот. Хочу, чтобы Слава пофоткала меня от Лугасика, потому что я так не пофоткалась ни разу. Не, ну, что-то там было, но такое, типа не для инсты, а такое для семейного архива. Ой. Мам, тебе подрубка. Смотри, завязала себе ногу с сосулью, не может дотянуться. Ну что, не получается. Почему интересно? Ань, смотри. Это классное упражнение, помогает растягиваться вашему малышу. Страинчик. Хотелось бы сказать, что сегодня Анютка уснула без соски. Уснула без соски и спала всю ночь без соски. Она вообще красота. Как взрослые. Как взрослые. Вот так. Может, у нее и эту забрать? Короче, получается, Анютке уже 8 месяцев, а мы хотим ее к году и 3, где-то вот так вот, полтора года уже точно отучить от соски. Хотела сказать про отель. Что нам тут не понравилось? Меня тут спрашивали вообще, какие у вас эмоции. Это Fairmont отель, The Pound который. И в целом все ок. Может быть, в других отелях тоже так? У нас еще хороший, дешевый отель. Но фрукты здесь вообще никакие. Я ни разу за эту поездку не поела фруктов никаких нормально. Потому что их просто, ну, вообще минималка, минималка. Вообще семейный отель такой хороший. Мы вчера прогулялись до отеля, в котором останавливалась Карина с семьей, когда были здесь в прошлый раз. Она мне сама, кстати, говорила по поводу того отеля, что там мне не понравится. Короче, там он такой более тусовочный, более такой молодежный. У нас отель более семейный. Мы, конечно же, не хотим более тусовочный, потому что там... Вот мы даже вчера вечером гуляли, просто около отеля проходишь, и там прям дыр-дыр-дыр-долбит музло. Видно, что куча молодых таких женщин, девушек и только. Все такие прям тусы-джусы. А у нас тут все с детьми, с колясками, с семьей. Короче, то, что надо. Я больше люблю такие отели семейные, потому что мы, в принципе, не тусовочные никакие, и никогда такими не были, если честно. Поэтому мы всегда, даже когда со Славой вдвоем куда-то путешествовали, без ребенка, мы все равно выбирали отели именно такого плана, более спокойные, семейные. Но там и отель выглядит по-другому. Здесь он и выглядит как семейный такой, знаете, а там он прям весь такой, ну, типа, даже не знаю, как это назвать. Крутой, типа, молодежный. Ну, то есть, я думаю, там как бы и декор, и дизайн, и архитектура. Ну, короче, все в таком же стиле. И как бы это причина, по которой было бы прикольно ездить в другие какие-то отели, более молодежные. Потому что понятно, что там локации более стильные, скорее всего. Хотя и тут классно очень. Короче, мы идем к бассейну. Там нас ждут наши родители. Куча детей в басиках. Анютка у нас кремом, кстати, не помазана, поэтому сейчас мы будем раздевать, мазать. Обычно мы выходим, она у нас сразу же намазанная, но сегодня почему-то не так. Ляпы. Пожай. Ты что такая сонная? Ты спал, что ли, сладкий мой пусик? Она такая умница, она уснула без сосочки сама. Опять с папой в обнимку, надоели мне эти. Ну, я кук. Голубчики. Ладус, тут у нас чисто. Дедушка, купаться пошел. Саша. Так, ребята, мы идем к бассейну, где должно быть супер-пупер красиво. Там твоя семья плавает, да? Нет, маленькая семья. А куда они ушли? В ТЦ-шку? Короче, идем к красивому бассейну, но сейчас очень много людей приехали в отель. Сейчас, видимо, прям самый сочный сезон начался. Вот. И везде стало много народу. Такой вот обломец. Обломец. Пошли, может, еще до водопада дойдем? Я хотела, чтобы Слава меня пофоткала около бассейна. Просто, чтобы мы покупались. Специально взяла штатив к этой камере, аж чтобы поставить где-то на пол около бассейна и показывать вам, как мы клевем. Просто сама потом буду пересматривать, вспоминать, как это было классно. Короче, вообще бассейны у этого отеля мне прям очень нравятся. Они реально красивые, стильные, архитектура красивая. Конечно же, здесь на самих участках тоже очень клево. Вот, смотри, это какая-то лаунжела. Вот, мы решили со Славой дойти до бассейна, до которого мы ни разу не доходили. Еще тут можно поиграть в бильярд. Этот бассейн более красивый, чем тот, где мы тусим. Но сюда нельзя с детьми, потому что все только взрослые. Если бы у нас не было ребенка, мы бы, наверное, тоже тут тусили, потому что там, где дети, там, понятно, постоянно крики, оры, мамочки. Ко мне подошла какая-то мамочка говорит, типа, доброе утро, у вас все в порядке? Вы нашли круг? Я такая, здравствуйте, какой круг? А я, наверное, ошиблась. Я такая, ну да, наверное. Вау, а тут совсем бассейн, да, супер взрослый. Смотрите, как тут клево, можно поиграть в шахматы. Можно постоять под тем водопадом. Вот, смотрите, класс. Ну, а что тут делать? Зато тут народу нет, басики. Можно пофоткаться. Вот с таким видом. Даже не верится, что сегодня ночью нам лететь. Не люблю такое. Когда думаю об этом, прям настроение отдыхать, куда-то улетучи. Я еще хочу кое-что снять сегодня. Там, где пальмы, что мы идем вдоль дороги. И такие, типа, хоп, а мы тут. Ой, как красиво. Может, тут скотки. Руссота. Ой, вот ты был. Ливи сюда, зай. Ох, девочки, это просто блаженство. Все равно так здорово плыть. Радуюсь. Ну, как тебе отпуск? Нормально, я в районе двух килограмм набрал. Как тебе такое? Нормально, мне кажется, за отпуск. Это вся вода. Да блин, как бы не есть вкусняшки. Это же вообще все так классно, вкусно. Завтрак. Я просто балдею от завтрака. Я готова на них наступаться. Так же день. Так приятно, когда кто-то за тебя все делает. Тебя готовит. Все убираем. Вот в чем заключается мой отпуск и отдых. Моцле я не могу спокойно сидеть. Тут убираюсь. Но все равно такой кайф. Пришел, пришел, а в номер чистота. Да, блин? Мне понравился завтрак и ужин. Вы что-то только приедете. А в целом? Не, фруктов реально могло быть побольше. Да вообще их и кира нету. В целом, ну, отель, ну, нормальный. Я был во многих отелях, и это не самый лучший отель. Вот. А еще тут все очень дорого. Просто бессматрик дорого. Ну, типа... Мы путешествовали много где, и в некоторых странах были получше отели. Учитывая, что здесь еще цена вообще какая-то косматическая. Во многих. Я бы вам его не посоветовал. Да нет, ну, лучше отель. Тут тухло, если честно. Да тут тухло. Ну, мы с семьей приехали. Если хочется приехать в Турцию, то это другие отели. А для семьи вообще ступер. Не, вообще тухло. Если вы хотите с семьей, едите в Турцию. Да не всем хочется сидеть в Турции. Вот вы тоже каждый день в Турцию ездите. Мне не нравится тут, что... Ну, что, у меня тут каждый день одно и то же. Ничего интересного. За все нужно доплачивать. Захотел мороженку заплати, захотел колки попить, заплати. Зачем? Ну, да, это минус. Мы бы в Турцию, в топовый вообще отель семейный поехали бы за такие же деньги. И все было бы бесплатно. И мы бы все было бы бесплатно. И мы бы не 10 дней отдыхали, а спокойно дней 15-20, наверное, бы вышли. И вино бы бесплатно наливали. Ну, туда, получается, напитки доплачивать. Ужин, например, вода, покер доплачивать. Поэтому целесообразно ли тратить деньги на это место, ну, не знаю. Что за глупость это говоришь? Не всем же хочется в Турцию сидеть. В Дубае много чего-нибудь посмотреть, приехать. Только если из-за Дубая, как бы, да. Дубай молдов. А то, что мы на Пальме находимся, мне вообще ни горячо, ни холодно. Ну, прикольно, на какой-то земле выращенной находимся. Но вот этот оверпрайснутый ценник, это вообще, ну, чушь полнейшая, ребят. Ну, хорошо, вот смотри, допустим, я даже думала сегодня о том, что если бы мы остановились в отеле Atlantis, он, конечно, дороже этого, то, возможно, там не было бы столько, ну, хотя нет, там куча тоже разлупых. Даже деньги на клапан сходили бы, да? Конечно. Нет, это вообще... Ну, там машина изменили меня. Ну, вообще жесть. Это значит, знаете, поездку с сутками денег потратили? Много. Даже произносить страшно, миллионы трибрях, а тут... Ну, вышли из отеля, тут ничего, кроме красивого вида, ну, типа... Так если ты хочешь что-то посмотреть, ты берешь, кладешь на такси, бешеные бабки, едешь куда-то, что-то смотрим, и там. Ну, тут и внутри никаких развлечений. Нет, чтобы мне не хотелось уходить отсюда. Ну, это вообще не о чем. Это другой вид отдыха. Ну, нет, не у всех, вы можете по-у Атлантица, например, не так. Спокойно можно взять вот на какой-то линии, первой линии у моря, где-то на земле, а не на пальме, отель подешевле, и вы сэкономите, и при этом отдохнете так же хорошо. Не хуже, потому что... Ну, у нас тут ТЦ-ка рядом здесь, зато, а там, может, нету. Там столько, да там на суше столько ТЦ-ка, ты себе не представляешь. Там каждые 10 километров мол. И там цены дешевле в моле будет, чем в нашем. Поэтому, ребят, ну... Ну, все равно, это же, типа, круто пожить на пальме. Ребят, пишите комментарии. Ну, не знаю, поделитесь, кто где отдыхал в Дубае, в каких отелях, на пальме, не на пальме. Ваши какие-то нравятся, не нравятся, в свою выставку тоже. Будет интересно почитать. Не знаю, мне вот тут вообще классно. Ну, мы с тобой, кстати, жили в Абу-Дабе. Тоже ни на каких, ни на пальмах. Прямо у открытого океана, и было очень классно. У нас там развлечение было кататься на волнах. Поплывешь? Купаться поплывем? Вот мы идем с моей куколькой любимой. Обнимают мамочку. Так, ладно, Мина, идем, Сенечек. Пойдет, пойдет. Что-то холодно тут, ветер. Там как будто теплее был бассейн. Да, но туда нельзя с маленькими зайчиками. Пойдем, детки. Что, замерзли? Да, холодно здесь. Если там было еще холодно. Минута уже сама ныряет. Может, слойте с мамой? Пой к маме, быстрее. А-а-а! А-а-а! Это мой солнышко! Не-ой! А-а-а! Это мой солнышко! Продолжение следует... А-а-а! 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 А-а! 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 М YSPM Редактор субтитров 8.0 Корректор А.Кулакова Плыви, Анют, плыви! Скорее, плыви к нам! Малышка! Классно? Анютик! Малышка! Кто так смотрит на других детей? Анютка смотрит на других детей, говорю, ей интересно. Малышка! Тебе шляпки, все, подходи! Как она обнимается, видите, ручкой держится. Она так приятно обнимается, да? Она раньше не обнималась так. Ой, какая, ой, какая половница! Ванечка! Ванечка! Ой! Солнышко мамина! Солнышко! Да! Анютка точно знает, кто выигрывает! Кто проигрывает! Кто проигрывает! Так, ребята, мы после бассейна, после душа... Душа... Ну что ж, ребята, мы привели себе порядок! Анютка спала! Анютка спала! Как Соло уже поет на песенке! Ну, не минус этого отеля, но у нас до сих пор не упрямится! Время уже четвертый час идет! И мы такие, пришли после бассейна, хотели бы вытереться после душа чистым полотенцем! Ну что ж, в каждом отпуске найти хоть капельку чего-то такого типа, ну, как бы было классно, но всегда может быть лучше! Да нет, это зачем, да, искать негатив в позитиве! Мы сейчас пойдем угадать пункт в ТЦ, но не на шопинг, а для того, чтобы поменять деньги! У нас остались Дирхамы, мы хотим их перевести в доллары поменять, потому что нафига нам ввести в Москву Дирхамы? Мы их поменяем в доллары и потом их возьмем в другую поездку, они будут лежать и ждать своей поездки! Ну что ж, как я сказала, мы опять пришли в ТЦ! Вон он! А наш отель, получается, под следующий бежевый! Пойдем! Анютка там чилит, кайфует! Правда, нам со Славой кажется, что она уже заколебалась в этот ТЦ ходить! Что там говоришь, Анютка? Говорит, да, мама, да! А еще моя мама раньше пришла в торговый центр в этот, ну, с отчимом братом они там ходят, гуляют тоже, и она встретила Кирилла Семина, моего менеджера, мы с ним списывались и он говорил, что он тоже приедет в Дубай! Вот, даже собирался в наш отель, в котором мы остановились, но что-то там в другое, короче, прикиньте, у меня вот здесь сгорело! Видите? Потому что я всегда один и тот же пробор делаю! Вот дурень! Красная и немножко болит! Так плохо! Хотя так, вроде, не видно, да? Но я вот в зеркало прям смотрела, там красный был, короче, не знаю, Кирилл ушел уже, если церкви нет, но если нет, то встретимся, как раз обсудим работу, нам есть что обсудить, вот, что мы видимся вживую редко, вот, а на связи-то каждый день, можно сказать. Сейчас, как всегда, зайдем в Старбакс, я здесь полюбила в этом Старбаксе, я никогда обычно такое не беру, вообще не люблю всякие коктейли, лимонады, вот это вот все. Мне либо, типа, воды, либо, знаете, кола в духе, там, кофе, капучино, самое обычное, все, я не люблю вот эти эксперименты с напитками, но у меня хотелось что-то холодненького попить, и я один раз заказала, Светлана мне заказала какую-то штуку с клубникой, очень вкусная, я теперь ее постоянно хочу, аж по две выпиваю, пока мы в ТЦ поем, прикиньте, улет! Вот, а до этого какой-то зеленый чай я просила холодный, в общем, мне хотелось холодненького такого. Короче, грустим, потому что мы здесь много чего не посмотрели, не съездили куда, хотя, знаешь, что, Зайв, в следующий раз мы с тобой сюда приедем, и мы сразу поедем в Атлантис, и сразу же там будем в аквапарк, сейчас с чем я? Это будет самое правильное решение, все, мы уже решили, что будем в Дубай приезжать почаще, дай бог, чтобы получалось, чтобы были возможности, ну не то, что каждый год уж, наверное, да и зачем, но реально очень понравилось. Просто в разные отели нужно ездить, вот мы сейчас шли и обсуждали, у нас просто есть любимый отель в Турции, например, и мы сейчас шли и обсуждали, что в Пень его, потому что мы уже устали в один и тот же отель ездить в Турции, мы просто хотим в Турцию в этом году тоже съездить, возможно, из Грузии полетим, пока не знаю точно. Это так просто, мысли вслух можно даже так сказать, это еще не факт, далеко, но, короче, мы подумали о том, что мы точно не хотим опять в тот же отель ехать, хотя он классный, мы ездили в Алибей, в Манавгат, он реально классный, семейный, офигенный, но мы там были, я, наверное, там была раз в восемь уже, мне кажется, я знаю там все представления, все-все-все, а хочется чего-то другого, вот мы и в ТТ. Мне кажется, я тут, во-первых, весь H&M скупила, и что еще, и все очки модные мы тут скупили, прям заметно, что больше людей стало, да. Надо было нам сегодня подниматься на эту смотровую, я сегодня получше выгляжу, и пришла сюда не с мокрой башкой, а причесанной, ну ладно. Какой, вчера нормально? Вчера? Офиг. Я, знаете, раньше была такой помешанной на том, чтобы делать классные фотки с поездки, всего вот этого классного наснимать, стильного, чтобы было что-то выставить в Инстаграм, запрещенный в Российской Федерации. А в этот раз, ну так, ну не пофиг, конечно, мне хочется делать классные фотки, но вообще без фанатизма, типа, знаете, я не парюсь. Так, мы писем магазин Ольша, и я тут набрала очень, очень много. Анюта Бармен, шейк, 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 да? На 37 тысяч сюда, шматья. Пошли, мама покажет, что мама выбрала. Короче, здесь такие прикольные вещички, девчонки. Взяла с собой вот такую кофту. Вот такую. Вот такую юбку, как на мне, только черная. Вот такой костюм, который висит. А, ну вот. Получается, вот такие штаны с карманом. И вот такая кофта. Надеюсь, я правильно собрала комбинацию. Спасибо, до новых встреч. Все, я попрощалась. Слава уже вышла с нашими шопингами, покупками. А вот и H&M. Прям детский. Анюта уже во всем новеньком погуляла. Я обычно люблю все миллион раз перестирать, все, перегладить и так далее. Но в итоге здесь я некоторые новые вещи не стирала для Ани, да. Я просто брала их утюгом херачила, чтобы, типа, уничтожить бактерии. Надеюсь, это сработало. Вот, ну, вроде с ней все в порядке. Знаете, вот реально, когда только я даже... Что еще раз так? Я, бывает, ее бутылочку пью, проверяю по вкусу, по температуре. Тут есть наш. Мы в этом ТЦе уже как у себя дома. И Анютка тут все знает, да? Птичка, птичка. Сидит такая с бутылкой деловая. Кроссовки, тросовки. О, этот Крокс. Мы уже знаем, где тут что. Идем в комнату мамы и ребенка. Мы зашли в Сифору. Или Сифора. Не знаю, как хотите. Короче, шопимся тут. Купили одной моей бабушке и другой моей бабушке крем от Шоссейда. Вот такой вот. Очень классный. В Москве раньше его тоже покупали. Вот. Спасибо. Ну, короче, все. Косметика класс. Все, взяли, что хотели. Еще я себе брала вот такой вот от Fenty Highlighter. Вот такой. Есть еще вот такой. Тоже прикольный. Все. Очень много деньжат потратили. Одни только два крема вышли. Во сколько вышло сейчас? Они дорогие такие. Кошмар. Они всегда были дорогие. В Москве тоже. Больше 25. Ну, там в районе 26 тысяч. Короче, да. Крема обошлись нам почти в 30 тысяч. Я просто посчитал 2 тысячи. А мы в тысячи. Да, да, да. Вот так вот. У Анютки все супер. Как видите. Настроение ульет. Уже не знаем, куда еще деньжат. Тут все такое классное, клевое. И такое нам все нужное. Мы уже пришли на ужин. Уже даже поужинали, мне кажется. Я буду долго сидеть, кушать. Сейчас 20.09. Короче, 8 вечера. Ну что ж. Сегодня улетаем. Не знаю, как пройдет наш полет обратно. Мне кажется, мы сложнее, чем сюда. Прям сильно, мне кажется. Ну что поделать. Ну что ж, ребята, все. Закончилось наше путешествие. Приехали мы с миллиардом чемоданцев. Аня спит. Короче, покинься к чему. Зашел к нам мужик. Только говорит, вот, давайте, передайте магниты в Москву. Конечно, не бесплатно. Мы такие, ага. Нет, спасибо. Кто знает, что там в этих магнитах. Извините. Чистота и порядок. Вот в Москве. Ага, куда-то туда. Да, вообще никого нету. Вообще как надо. Да, не то, что в Турции. Вот это все было бы забито. Все стали все кайфовать, одни были улетаем. Ну? Короче, мы поспали в номере буквально, может, часик, полтора. Полтора. Вот. Аня вот как легла спать, так, в принципе, и спит. У нее сейчас ночной сон. Я не знаю, что с нами будет. Если честно, потому что там всю ночь лететь. И потом, получается, то время, которое как раз ребенок тоже спит, продолжает спать. Ночной сон. Ну, там, типа, знаете, утро. Семь, восемь утра. Не знаю, во сколько. Навер 9 присыпается. Короче, мы приедем домой. Я думаю, она как раз проснется и такая, типа, мама, папа, пошли в бассейн. А мама, папа не спали ни хрена. В общем, не знаю. Меня немножко это пугает. Если сейчас, нам. А, ну и вон все стоят. Вон машины есть. Да, видно, конечно, куча народу. Ничего себе. Я думала, отсюда из Дубая столько самолетов летает. Короче, зашли вот в такую комнату, поменяли Анютке подвузу. Десять дней стоят. Вот мы в самолете. Я вам просила. А как она сначала сказала тогда? Гули, какие-то гули Сидим в этой самолётике и идём Я с Северной Лангспейс, у вас на борту самолёта В Тубай, на Москву аэропорт, Дома Деда Время, где стоит 5 часов 30 минут Спасибо за внимание, желаю вам приятного полёта Смотри, Анют, что хочешь? Вино красное, вегристое Смотрите продолжение в следующей серии Спасибо за просмотр! Так, ребята, мы уже в Москве дома Ой, уже поспали Уже вечер Сейчас мы поедем к моему папе Куда приехала сегодня бабушка с дачи Забирать Виву будем Потому что Вива была с моей бабушкой Вот, мы могли бы типа завтра Вивочку забрать Ничего б себе не случилось, но там у папы тоже есть животные Хотя нас никто не просил забирать сегодня в Виву Но мы просто сами подумали, что заберём Вивочку, раз уж она тем более в Москве Потому что так-то Слава Вивочку отвозил к бабушке на дачу Вот, и сейчас Слава уже сказал, что можно выходить Он поехал за нашей машиной на парковке Вот, мы уже перестирали всё У нас дома срач Срач, потому что мы только прилетели Надо было всё разложить Тут какие-то шмотки новые Они уткины, которые надо снять бирки Закинуть на стирку Короче Сделали сегодня яйца Тут всё в масле Тут всё вообще просто жесть Ну, в общем, как всегда Когда прилетаешь Тут куча всего Ну, в принципе, уже все чемоданы Основное разобрали И вот, посмотрите У нас тут уже всё в стирке Жалко, что у нас больше нет таких раскладушек Вот этих Я бы ещё всё постирала Но ничего, уже завтра Вот, поспали Чуть-чуть отдохнули Аню-то смотрит какие-то мультики Потому что иначе Я бы не смогла ничего сделать Мяу-мяу Поедешь к бабушке И к дедушке Мяу Ты мой сладкий Ну, всё Буду собирать Анюточку Слава ещё сходил за кофе сегодня Вон у нас ещё сколько стирки детского И столько же ещё взрослого Целый контейнер У меня что-то как-то хреново У меня прям сопли, знаете Может, акклиматизация Но мне ещё там стало как-то так себе Состояние дурное В общем, я с вами прощаюсь Я надеюсь, что вам понравился этот влог Я очень старалась в этой поездке Быть активной И снимать влог Конечно, я многим Ну, почти всем делилась В сторис В телеграм Поэтому, вероятно, кто-то уже что-то видела Напишет то, что мы это видели Неинтересно Вот Ну, как бы Бог вам судья Сегодня вообще прощённое воскресенье Поэтому Я прошу вас прощения за всё Если я вас когда-либо обижала Я это делала не со зла Вот Так что Вы меня простите И надеюсь, что Вам понравились видео Которые я снимала Всех люблю, целую, обнимаю Будьте счастливы и здоровы Да, Анюта? И всем пока Пока-пока